Всем привет! С вами Айка и сегодня я снимаю для вас очередной мукпанк. Я вот сегодня утром проснулась и у меня такое настроение хорошее. По-единечего хорошего не произошло, но прям хочется снимать, хочется делать контент. Я решила заказать роллы. У нас дома уже был узбекский плов. И еще я нашла чипсы, которые мама запрятала от меня. Прикиньте, как можно от ребенка прятать чипсы? Это доритос. Вроде как остренькие. Здесь наши соусы, спрайт мой любимый. И давайте приступим. Я попросила вас позадавать вопросы в моем сообществе. Кто хочет, тоже может задать там вопросы. Те вопросы, на которые я отвечу, я просто буду лайкать их. А вы продолжайте задавать интересные вопросы. Вот такие вот у нас роллы бонита с сушеной рыбкой. Здесь у нас два вида рыбы. Это тунец и форель, по-моему. Вот очень вкусные роллы. Когда ты заказываешь роллы, и вот кушаешь первый ролл, это прям такое наслаждение. Это прям такой кайф. Особенно, когда первый кушаешь. Дальше уже не настолько, а вот первый. Как зашел. Это прям нечто. Ваше здоровье. Если вы тоже кушаете, приятного аппетита вам. Ну что по вопросам. Давайте пройдемся. А Соня Бессонова пишет. Айка, давно не было картошечки со скумбрией. Можно видео. Будет очень приятно, если ты снимешь что-нибудь. Огромный привет. Обязательно сниму в ближайшее время. Минара Мерзаева задает вопрос. Как ты думаешь, может создать третий канал для влогов? В последнее время я снимаю очень мало влогов. Смысла создавать третий канал я, если честно, не вижу. Потому что у меня нет времени на эти два. Мамин канал забросили. Потому что нет времени, возможности снимать туда. Я не могу распределить свое время так, чтобы поделить на все свои проекты. Так скажем. Когда-то была такая идея. Но сейчас ее нету. Вообще идеи у меня много, что можно снимать. Было бы время. Например, как только я нахожу свободную минуточку времени, я сажусь рисовать для бумажного канала. Там видео набирают очень хорошие просмотры. У этого канала есть очень хорошее будущее. Просто я не знаю, куда поделиться. То есть я одна. Это все осилить просто нереально. Если бы, например, мой брат был бы рядом со мной, он тоже помогал бы, что-то монтировал и так далее. Было бы намного проще. Так же, мне кажется, в блоге интересно смотреть у человека, у которого очень насыщенная жизнь. Хотя, учитывая мои влоги и мои просмотры, я реально порой в шоке от того, сколько людей смотрят мои влоги. В последнее время это около 30 тысяч человек. Хотя я понимаю, я осознаю, что в моих влогах ничего интересного не происходит. Возможно, если бы я была бы зрителем, я бы этот влог не смотрела. Но то, что 30 тысяч человек смотрят, я реально в шоке. Огромное вам спасибо за вашу любовь. Честно, очень приятно. Я все детство думала, что спрайт зеленый. М-м-м, вкусно здесь еще. Именно вкусно, потому что здесь два вида рыбы. Просто обалденно, рыбы много. Могут, бывает, роллы делают большие, но по большей части это просто рис. А здесь реально прям начинка, посмотрите, какая. Обалденная. Макайм. Привет, Айка. Что насчет машины, когда сдашь на права? Я до сих пор не сдала на права. К сожалению, вопрос с машиной пока что остается открытым. Машины у меня нету. Хотя, в принципе, я могу ее купить. В последнее время такая непонятная ситуация вообще в мире, что не знаешь, что делать, как правильно поступить и так далее. Пока что я не уверена, что мне машина действительно нужна. в том плане, что есть люди, которые себя некомфортно чувствуют в общественном транспорте. Особенно, когда у них есть подписчики и так далее. то есть у меня нету ни капли там стыда, если я где-то на базаре встречу свою подписчицу или где-то в автобусе. У меня нет такой прям надобности, что прям надо машину купить, надо как-то выделиться. Мне, наоборот, очень приятно, когда в любом месте меня узнают. Вот. Я пока что не знаю, что делать. У меня вот мысли разные посещают меня, потом проходят эти мысли, появляются какие-то новые. Одно я могу сказать точно. Я ни дня, ни капли не пожалела, что я купила себе квартиру. Потому что в тот период у меня как бы был выбор либо купить себе хороший автомобиль, либо купить себе квартиру. Я купила квартиру и ни капли не шли. А сейчас что делать? Не знаю. Пока что я нахожусь в состоянии просто ожидания, чем это все закончится. вкуснотища. Это плов. Кажется, что в этой тарелке мало. На самом деле нет. Здесь достаточно. Иногда в последнее время я засматриваюсь на здания, которые только строятся, то есть только котлован. И вот тогда квартиру можно купить по очень-очень низкой цене. Можно даже в рассрочку, например, на 5 лет взять рассрочку. Потом, когда квартира уже достроится, ты можешь эту же квартиру продать на 30% дороже. это выгодно для тех людей, которые, например, не снимают, которые покупают какое-то, например, третье, четвертое недвижимость. То есть получается, ты платишь за квартиру, в которую ты еще не можешь зайти, посмотреть, пожить там. Квартира не сдана. Но зато ты здорово просто экономишь деньги. И вот такие варианты, такие мысли периодически меня посещают. Я не могу сказать, что я сейчас готова купить еще одну квартиру. Я просто пока что не знаю, что я буду делать. Дай бог закончится война. Тогда уже посмотрим, что, как, почем. То есть есть люди, которые прям некомфортно себя чувствуют без машины, чувствуют себя какими-то ущемленными. У меня такого абсолютно нет. Большую часть своего времени я нахожусь дома. А когда куда-то еду, я могу поехать на такси. Но даже если не такси, общественный транспорт для меня это вот. не вижу ничего зазорного ехать на общественном транспорте. Какие чипсы вкусные. На них было написано, что они острые. Ничего подобного. Но все равно если сравнивать все чипсы, которые сейчас есть у нас на продаже, больше всего я обожаю Принглс. На вершине Принглс. Потом уже Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные. Он на вершине. Принглс. Ммм. 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 Ли Анастасия задает вопрос Арика, давай видео, где покажешь все, что у тебя есть для маникюра. Если вы за, пишите в комментариях. Просто мне кажется, многим это будет неинтересно. Но скоро я обязательно планирую снять видео от и до, как я делаю сама себе гейлак в домашних условиях. Прям в крупном плане, что, зачем я делаю. Я не совсем следую всем правилам на самом деле. Потому что у меня и так, и так все держится. То есть у меня вообще не бывает сколов. Вот сейчас моему покрытию 4 недели все идеально проносилось. Поэтому очень часто я даже праймер не наношу. Базы топ у меня самые дешевые. То есть я довольна. Я не вижу смысла переплачивать. Плюс-минус. Если вам интересно, чтобы я показала все, что у меня есть на маникюр, в принципе, мне не сложно. Я вам покажу с удовольствием. Но обязательно будет также видео весь процесс маникюра. Вот как я делаю крупным планом. Я все подробно покажу, расскажу, как я наношу гейлак и всякие такие небольшие секреты. Вот так вот. Я наелась, поела. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.